ну что доброе утро братцы рыбаки вы гляньте какая красота обалдеть можно здравствуйте уважаемые подписчики леди и джентльмены господа и гости столицы с вами опять сошел время 4 25 5 05 2019 год на дворе еще приехал я чуть пораньше ну пока собрался завязался то все 5 10 красиво когда изумле балдю просто балдю туманище офигенный красиво всем лично здрасте это опять я хотел приехать потяну еще люблю я вот этот момент перехода от ночи ко дню что-то есть такое сказочное в природе его вернее вот в этом сказочный такой вот не знаю девственное что не тронута обалдеть красотища курить время детям до 25 лет точно совершенно так насчет я у себя на родном водоеме вернулся показалось что у ребенка не сделаны уроки короче хотели попозже приехать но приехали пораньше красота ветер у нас сегодня юг юго-восток обещает я ловил он на той стороне и он туда уходит водоем у меня да то сегодня я ловлю с этой стороны по логике он не должен быть в спину либо в бок почему сюда потому что матаги 662 соскучился я по своей любимой мотыжки и сегодня такой будет эксперимент для меня я думаю для многих будет интересно посмотреть как она себя поведет югкей решетка 02 вот на данный момент самый тонкий по моему из бюджетных шнуров то что можно купить более не менее спокойно в магазине хотя не знаю я его брал по зиме или по осени даже ну короче как то вот так так опарик у меня сегодня тоже новенький ну и старый на что ловил ссылочки есть видел вот такой опарыш у меня сегодня вот вот этой фирмы ковырялся вчера в приманках смотрел что-то мини-пини вот нашел забыл я про него совсем пришел он у меня еще одно постараюсь показать как правильно насаживать опарыша что-то народ недопонял сейчас покажу вот я думаю будет видно то есть крючочек у вас идет вдоль своего тела почему именно так никак иначе ну у нас плотва закормленная у нас плотва избалованы плотва сейчас на нерезо готовится уходит да поэтому поклевка идет в хвост она очень крупная плотва может все всосать все всего опарика и по осени да есть такие то есть она прям бум удар такой она прям всю приманку когда жорами лучше перестраховаться потому что поклёвочка может быть самый краешек самый кончик плотва у нас мелкая ничего выдающегося здесь нету ногу с ладони это уже ого-го поэтому или все телец поклёвочка она крючочек прям сразу всасывает и у вас соседчик меньше будет ну чё вы уходим на водоем пробуем погнали чё еще раз говорю а и катушка фс 1000 цуриной к еще раз говорю что мотаги 602 и с плетеночкой сегодня будем пробовать немножко поупираюсь если чего передуманную начну поехали ну красиво да обалдеть мужа балки начинает рассеиваться потихоньку водоем себя одеяло снимает офигеть вам все минут 15-20 я уже мучаюсь и вот такой ну да с указательный палец разбойник солнышко стоит видите красота какая красота репота какая то хочу сказать хочу сказать что шнур 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 не дает даже на мотаге в плане заброса заброс на носили дальше конечно много думал мотага хотя бы чуть-чуть поможет шнур улететь дальше но как-то мне не очень нравятся полетные характеристики стоит сплитшот 0 5 грамм что-то как-то не айс ладно сейчас все помучаюсь потом на крайне катушку поменяем на нафил поехали дальше включусь так ну еще есть плотвень такая но хочу сказать что клевчик так себе пока но я предполагаю что я рано пришел просто еще взяла очень интеллигентно аккуратно прямо за краеш прямо если бы я насадил опарши через тело вам показал то как бы остался без рыбы сто процентов думаю просто рано пришел потому что судя по отзывам других блогеров которые бачил да где-то клев начинается 9 пол девятого ну то есть понятно пока водичка прогреется солнышко встает все-таки несколько дней был достаточно холодных поэтому может быть есть все на ваших глазах есть блин даже без тихо 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 рогенькая тихо ваша подвижка не хорошенько ух очень хорошенько подвижка у на ваших глазах прям уже очень хорошая плотва по местным меркам очень-очень хорошо да спасибо тебе огромный за поклевочку видно начинает потихоньку все просыпаться поклевывать ладно включусь так ну чё помельче уже восьмая что-то как-то не пойму то ли я не забрасываю вот кидаю нормально опарыш не работает кстати вот что я хотел сказать у нас тут ну я учу по осени погоняю понятное дело сейчас у рыбы свои привели прибереги так сказать ну все-то как-то тихо ну поход дело просыпается только водоем на реке вот до чего вчера вчера позавчера рыбачил да там прям приходишь все я рано приходил 3-4 проводки и все и начинает рыба брать как-то ну там влево вправо покидаешь а тут как-то вот стоячка стоячка все-таки на течение она жизнь жизнь по активнее движение по активнее там поэтому рыбка конечно у нас тут немножко она по пассивнее выдаем стоячей энергии тратится мало на поиск пищи до там поэтому кстати заметил на течение вчера вновь когда под мостом ловил ничуринский да там как-то и плотвишка покрупнее то есть вот она видно держится таких мест мост моста во первых все наверно сыпется дождик не дождик там ну что-то падает периодически плюс может быть рельефная угадал там с местом ну там и плотва покрупнее за густерочка вот не попадались по интересе немножко и вообще на течение ловить интересней тут вот как-то немножко ее приходится вы выучивать ладно включусь ну как он экземплярчик приятный плотвишка на спине вот так вот это короче не выдержала моя душа поставил я все-таки катушечку с монофилом ночью у меня намотан на судяной фс 800 заброс увеличился сразу я узнать что хочу сказать конечно не знаю это надо будет еще не одну рыбалочку провести сейчас вы меня закидаете коментами вот у меня может быть я привык к нему конечно но наносил в данной ситуации вот мне под активным ощущением создается впечатление что он чувствительнее и джека решетка 02 и джеки и шнурка шнура понятно да вот этот хоть убейте мне сейчас платвишка подошла попробовала попробовала и то есть вот я даже 0 5 грамм чувствую как у меня в руку отдает ах ты щеково понимаете мою мысль о чем я вам господа рыболову хочу сказать о том что вот по ходу дела ну вот мне кажется на фил он чувствительнее конечно понимаешь что вы мне сейчас он закидаете комментариями типа того ты чё с ума сошел но вот я сумма не сходил нахожусь здравом уме светлой памяти солнышко какая ай красота нет я в чё-то уперся ланик включу худющий окунь притом притом в пиевках каких-то и ну стоит еще вот такой худощавый так ладно продолжаем разговор так ну что красавица какая лучше начинается боковой ветер потихонечку не знаю как скажется на рыбалке посмотрим не идут начинает оттуда ну клюв такой умеренный то есть там на 5 то и только на 8 проводки рыбка поклевывает ладно включить то солнышко так ну чё с той стороны вытащил сейчас пяток плотвиц такой же окунь с палец указательный все стихло поднялся боковой ветер достаточно сильный ловить некомфортно охота по ловить на мотаге за что отдельное спасибо сергею который мне ее собрал серёга тебе привет жди в гости числа 9 10 к тебе выдвинуться вот так что перешел я замысочек спрятаться езде но ветер некомфортный как раз тот самый ветер от которого на нашем водоеме спрятаться сложно обещали один дует другой совсем грёбанными гидрами центр как всегда мы ладно сейчас тут попробуем еще погнали потихоньку как вы чего вы саживаете красота лечка какая солнце ну взяла взяла все плев сошел почти на нет приходится каждую патрышку вымучивать уговаривать буквально как-то вот так вот жутко худой прогонистый окунь ну худющий ну не течет ничего то ли мелкий наверно по нижней такого размера не нерестятся так ну чё ребят хочу сказать наверно буду заканчивать свой видео обзор на сегодня по приманкам рыбалки но рыбалка так себе конечно с ничуринской не сравнить говорить не о чем могу сказать следующее что есть такая задумка у меня конечно понимаешь не по фуншую но очень хочу попробовать пожар половить именно на живые приманки то есть на опарыша я ловил уже как бы знаешь что это такое да на живого а хочется мне порыбачить на мотыля да слышал я что вещь перспективная вещь уловистая так как сейчас весна и рыбка начинает херовничать так как были нерест то все 5 10 в общем есть у меня такая задумка может быть завтра или послезавтра как доберусь до рыболовного магазина скорее всего куплю себе грамм 10-15 мотыля хочу очень попробовать на него половить на живого тоже на сплитшот только мотылик будет живой ладно за с ним заканчиваю свой видео обзор всем приятного просмотра всем пока с вами был сашок подписывайтесь на мой канал ребятам в группе привет все ставьте лайки ставьте дизлайки будут деньги высылайте всем пока всем приятного просмотра